По темным коридорам здания в Дачном приулке в Саранске предприниматель Юрий Овчинников ведет нас в арендованный кабинет. Рассказывает, здесь уже пять дней нет электричества. Свет погас внезапно, без объявлений войны. Потом узнали, фирма ВАД обесточила здание из-за долгов Горвода канала. Муниципальное предприятие владеет всеми этими помещениями. И его неоплаченный счет перед энергетиками – около сотни миллионов рублей. Причем здесь я. Ну, спорьте между собой. Если есть у вас там задолженность, ну, отключите конкретно Горвода канала, да? Если нет возможности отключить только Горвода канала, ну, тогда думайте, каким образом вы отключаете просто все здание. И здесь три этажа арендаторов оказываются в такой нелепой ситуации. Мы работать не можем, в принципе. Десятки арендаторов вынуждены распускать коллективы на неопределенный срок, потому что неизвестно, когда Горвода канал расплатится со своим долгом перед электриками. А в коммунальной организации объясняют – они попали в финансовую западню по вине тепловиков. Компания «Т-Плюс» задолжала уже им за воду почти столько же, сколько они должны за электричество. Данная задолженность накопилась уже порядка с декабря месяца. Вообще мы не получаем от ПАО «Т-Плюс» ни копейки. У них своя определенная политика, то есть объяснять они ничего не хотят нам причину. Соответственно, мы просто вынуждены принимать соответствующие контрмеры к ПАО «Т-Плюс», вплоть до отключения их административных заданий и ТЭЦ-2 от холодного водоснабжения и канализования. Пока неизвестно, насколько больно коммунальные санкции ударили по самолюбию и нуждам сотрудников тепловой компании. Когда нет воды даже в уборных, это, наверное, неприятно. А ведь изначально отношения между ПАО «Т-Плюс» и городскими водопроводными сетями очень простые. Тепловики покупают у муниципального предприятия холодную воду, которую подогревают и потом продают населению. Каждый горожанин знает, почем. Кроме того, между предприятиями заключен договор на транспортировку отопления и горячей воды по трубам. Из-за всего этого и сложилась задолженность в 80 миллионов рублей. Этих денег, говорит финансовый директор Горводоканала, хватило бы для оплаты долгов перед фирмой ВАД. Но позиции тепловиков принципиально до такой степени, что помочь может только суд. Они просто не идут на оплату. И те держатные средства, которые мы просто собираем с населения за холодную воду и водоотведение, их просто физически не хватает для того, чтобы оплатить задолженность водоканала перед ВАД-электросбитом. Если с этими проблемами все более-менее понятно, то что делать арендаторам, которые из-за электричества не должны, но вынуждены страдать из-за соседа. Этот вопрос Горводоканал в ближайшее время обещал решить. Хотя им самим предстоит еще долгое и малоприятное общение с тепловиками. Людмила Кусерова, Григорий Денисов. Наши новости. Спасибо.